Всем привет, ребят! С вами Алексей-24 и моя девушка Анна. Вот заметьте, как он полюет говорить о себе в первом. Вообще-то сегодня опять с вами Анна и Алексей-24. Главное суть состоит в том, что мы опять будем заниматься, получается, садово-огородными делами. Я предлагаю всё-таки пройти к нашему ноутбуку и взять очередной заказ. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ И я всё ещё мечтаю о таком маленьком пруду утираяся. Всё, что вам нужно сделать, это избавиться от деревьев и установить пруд. Я сама позабочусь о цветах. Слушай, женщина, давай я цветы тебе посажу, а ты там о пруду, о деревьях. Давай, принимай заказ, погнали. Нет! Ого, какие деревья. Ну нет, вот берёзу мы точно не будем трогать. Нет, я вижу на участке берёзу, берёзу нельзя. Простите, деревья, но вам придётся уйти. Мне даже как-то жалко. Свет, свет. Ты разблокировал топор. Поздравляем, ты разблокировал новый инструмент. Чтобы избавиться от больших деревьев, для начала надо их срубить. Тебе точно понадобится топор, но помни, для безопасности дерева надо рубить как можно ниже. Ребята, вы понимаете? Ну что, хотела заняться садово-огородными делами? Вперёд! Сруби дерево, Е. Подожди, я присмотрю, хотя бы. Смотри, какие они хорошенькие. Да, зашились прям под проводами линии передач, находятся деревьями. Ага, и меня его срубить заставляют. Это вообще что-то с чем-то. Ну давай рубить два дерева. Я не могу определиться, кого здесь. Ну вот это вот можно убрать, потому что оно непонятно зачем стоит пассив. Ну и? Под самый низ, под самый корень. Под самый корешок. Вы представляете, чем мне приходится заниматься? Между прочим девушкам. И девушки рубят деревья. Алексей, вот так пошло. Так. Вот такой заказ, что же теперь поделаешь. Так, зашибись. Сейчас ещё будем очко лесорубу прокачивать, черного лесоруба. Ты решил с другой стороны, что ли? Наверное, да. Где-то я это вижу. Убегай, убегай, убегай оттуда. Я-то такое сквозь землю ушло. Я не буду дать больше туда. Как понять-то? Нажми Е, чтобы выбросить. Я понимаю, но... Вот так в жизни можно было выбросить. Берёзы не трогаем. Берёзы это не... Ну, давай вот это. А меня сейчас кусты не пусты. К соседям собралось. Нет. Там кусты это наши деревяные. Я как бы даже не могу определить, что... Да вот это большое руби, вот это, который стоит. Да, она хотела в террасе загорать. Хочешь приколать, и дерево не засчитали так? Садающий. Пасрубить вот эти как раз. То есть, я срубила дерево? Ну, наверное, да. Так, так. Я обойду, как из прошлого. Давай-давай-давай, ещё чуть-чуть. Если что, мы пришли на участок, и там дерева уже не было. И свидетель. Списчики, если что, вы тоже. Если мне будут предъявлять за старое дерево, у меня не было там. Конечно, ни на что не намекай, но он отвалится сегодня, а? Вадим ещё с другой стороны. Оно криво вырублено, так оно упадёт. А, Слыша, убегай. Ой. Можно мне такую доставку, уборку деревьев? Хотя нет, я лучше буду жить с деревом лет 300, 500, 800, но я его не уберу. Не поздно. Да, деревья рубить, это, конечно, очень плохое дело, я бы, конечно, сказал. Даже если они тебе мешают. Их просто лучше подстригать. Всё-таки деревья, они очищают воздух от всяких примесей, от всякого говна. А, ну ладно, сейчас не об этом. Конечно, здесь убегаем. На дом её, правильно, дерево, фигачный дом. Я думаю, пора от пенька избавиться. Отлично. Итак, закопать и наполнить. Пруд удлинённый. Берём КПК-шник. Берём пруд. Выбирай любой цвет, который тебе нравится. На тебе, чёрный женщин, чтобы ты понимала, что здесь должно было быть вообще-то пупое. Ставь пруд. Пять копать заставит. По-любому, ребята, видите? Но ты уже быстрее копаешь, потому что мы не первый раз уже с лопатой дружим. Выкопано достаточно. Высыпаем землёй. Отлично. И наполняем водой. Да. Отлично. Задание, все задания выполнены. А, я не понял, это что, весь заказ? Да. Давай посмотрим задание. Ничего бы она там не хотела. Нет, смотри, завершить заказ, это значит, судей, что сделано. Всё, пошли отсюда. Мне заплатили, видишь, копейки. Потому что я деревья рубила. Совсем одна. А ты срубила три дерева, а надо было два. Я сделала дополнительную услугу. Чью. Не, ну правда жалко. Нет, до этого было красивее, ребят. Можно было этот пруд поставить между детьми. Давайте будем честными. Она так хотела пруд. Ну пойдём себе ставить пруд. Вот такая вот грустная была, ребята, серия. А давай, нет, мы два дерева посадим. Больших. Больших два дерева, просто. Ура! Я считаю, нельзя губить жизнь, хотя бы давай у себя их посадим. Всё, сделаем вид, что они к нам ушли жить, да? Да. А давай прямо вот здесь вот их. Чтобы все их видели. Где хочешь, там и сажать. Прямо здесь вот. Я даю тебе полностью свободу выбора. Спасибо. Итак, заходи, получается, блин, а куда? Растения. Растения. Цветочки. Подожди, с вами цветочками, мы дерево хотели. Я вижу так, декоративный культурный листвин. Там были два листв. О, смотри, какое большое наверху было. Это пансай, они маленькие. А, маленькие. Просто, видишь, что... А, всё-всё, выходи обратно, выходи обратно, открывай КПК-шник. Я-я-то думал, просто понимаешь. Так. Ну, это как бы... Крути вниз. В смысле? Нет, это карликовое дерево, оно неинтересно. Что-то я не вижу больших. Ой, нет. Может, хвойные? Хвойные вот это вот. Это не дерево. А, слушай, а деревья вообще что нет? Давай, давай, мы берем. Набери дерево. Дерево. Да я не бери. Дерево. Фотография. Денежная. Денежное дерево. А, по-моему, деревьев крупных нету. Это женщина срубила просто. Ну, давай хвой. Давай, сажай. За 56 долларов вот это большое хвойное дерево. Мы его уже. Ты его сажала? Да. Прям в угол ставь его. Давай, показывай, как ты умеешь сажать. А это ли? Давай. Закапывай. Точнее, землю приравняй. Отлично, можно полить. Было страшно, стало почти. Та-дам. Ага, отлично. Все, все, дерево готово. И с другой стороны ровно. Тот же угол посадим. Давай, открываем магазин. Потому что крупнее я покажу. Я думаю, тебе вот так вот надо поставить. Выкапываем землю. Нет, ну это ближе. Я не умею на расстоянии ходать оказывать. А так хотелось бы. Отправляем растение. Присипаем тоже опять ближе. Подходим. Присипаем. Ну и поливаем. Ахайди. Я побольше поливаю, чтобы он точно... Итак, два дерева, два растения у нас посажено. У нас участок потихонечку преображается. С каждой новой миссией мы что-то вносим в наш дом. У нас есть бассейн. В принципе, уже неплохо. Он, кстати, прикольно смотрится. У нас пока нету шезлонгов. Нету никаких барбекюшниц. Но это будет все позже. Давайте мы и в следующей серии все-таки сделаем это. Когда у нас будет серия по саду. А на сегодня мы, пожалуй, закончим. Ну что, ребята, не переключайтесь. Встретимся в следующей серии. И всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok